ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В ответ на это 13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о проведении на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористической операции – АТО. В сущности, под видом АТО украинскими государственными органами были организованы широкомасштабные боевые действия, повлекшие за собой массовое истребление мирного населения. Власти Украины отправили на юго-восток регулярные войска и добровольческие батальоны, так называемые «добробаты», большую часть которых составили уголовные элементы, мародеры и националисты. Фактически начался повсеместный геноцид русскоговорящего населения. Для запугивания применялись карательные меры по уничтожению мирного населения, в том числе бомбардировки жилых кварталов с воздуха и земли. Особую популярность получили так называемые «блуждающие минометы», установленные на гражданский транспорт. В результате боевых действий на территории Донецкой и Луганской народных республик только по официальной статистике погибли 6255 человек, из них 127 дети. По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за весь период конфликта с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года количество жертв достигло 44 тысяч человек. Фильм основан на реальных событиях. Расходимся. Вы двое в тот дом. Вы на броди. Днадцать зараз все красиво будет. Здоровенький, Булы. Вверх. Вверх. Ух, ну лягай, хуй сорок. Во, перший трофей. Зачетные котлы. Нет, нет, нет. А-а-а-а… А-а-а-а. А-а-а-а-а… А-а-а! А-а-а-а-а! Что ты пялишься? Заткни мускайлика. Нет! Нет! Маша, быстро в дом! А что там было бы? Быстро в доме я тебе сказал! А что? Да что? Давай, давай! О! Хозяин! Собаку убери! Жулька, тихо-тихо! Успокойся! Успокойся, Жулька! Что-то не густо! Где остальное-то? Нету остального! Так мы домой поищем? А что? А-а-а! 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 А-а! А-а-а! Нормально тут у вас? Что, хочешь? Я бьетки не подбираю. ПОДПИШИСЬ НА КАНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Мам, ну интересно же. Что тебе интересно? Как люди сгорели? Да при чем здесь? Просто в стране такое происходит, а мы уезжаем. Вот поэтому и уезжаем, чтобы с нами такого не случилось. Хоть бы в Воронеже все было нормально. По-моему, магазин, девочки. Выходим. Только слишком далеко не отходите. Хорошо, Витюша. Только ноги так затекли, сил нет никаких. Мы в магазин. Пойдем посмотрим. А где люди? Сейчас даже собак не слыхать. От машины не уходите никуда. Хозяева! Есть кто дома? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опа, это Сэмэ, уезжать надо от Седова. Ну, и что тут у нас? Это, как не густо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С крысить хотел, да? Ах ты крыльца, ах ты крыльца! Ах ты крыльца! Влад? Влад? А? Повезло тебе пацан, да? Понимаешь, да? Держи. Влад? Влад? Господи. Что здесь случилось? Вы что здесь делаете? Я же сказал, у машины оставаться. Пап, я только водички наберу. Какой водички, Илья? В машине живо! Живо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы что, творите? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сюда! Живо! Быстро! Слезай, слезай. Давай туда. Привет. А где мама? Мама? Мама просто уехала. Иди ко мне. Не бойся. Давай, давай, давай. Илья, возьми! Так, живо! В машину! Быстро! Живы! Давай, пошел, пошел! Уходят, давай! Стреляй! Все живы? Да. Никого не задело? Лежите, лежите! Пойдемте. 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 А тем временем ситуация на востоке Украины продолжает накаляться. Как сообщают представители погранслужбы, сегодня была предотвращена попытка захвата пограничного пункта из Варина в Луганской области. Опа! О! Че, Лежа, давай? Давай. За знакомство? Я сразу понял, ты пацан правил. Жалко, таких сейчас мало. Сейчас никто жопу поднять не хочет, чтобы что-то сделать. А вы смогли, ты смог. Давай, за тебя. Давай. Понеслась. Жалко, что не скоро еще так посидеть получше. Знаешь, я автомат ни разу в руках не держал. Прикинь, я тоже. Ну что, там наушено. А потом еще даже лучше посидим. Отмечаю. Знаешь, че думают? Мужики, я сиев. Уважаемые, мы вообще-то беседуем? Знаешь, че думаю? Уважаемый, я сиев. Освободим страну и нормально все будет. В Европу будем ездить. Игорь, вот сейчас только без обид, ладно? Вы у себя в Москве там где-то в прошлом застряли. А мы в будущее хотим, понимаешь? Ну вот в Европе люди нормально живут. Почему мы-то не можем? Если бы вы нам не мешали, мы бы уже давно жили как люди. Олежа, я же не спорю. Мне самого тошнит от нашей рашки. Понимаешь, люди там такие. Нас говном будут кормить, а народ будет спасибо говорить и добавки просить. Там воздуха нет, свободы нет, демократии. Потому что ссутся, рабы. Молодые люди, потише можно? Че, папаш, мешаем, да? Да, а ты новости поменьше смотри, делай что-нибудь, а то пока сидишь в страну прострёшь. Давай. Давай, давай. Давай! Вы угрыли! Вы угрыли! Плата! Почти! Простите! Ура! 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 Пойдём, давай! Пойдём, давай! Ура! 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 Слухай, командир. Закурить я. Подлежусь. Ты добрый? Можно парочку? Спасибо. И огоньку. Угу. Чё себе ракета? Ну, шо? Отчуваешь? Свобода! Да. Тепер заживемо. Шо думаешь? Посмотрим. Посмотрим. Шо тут дивитись? Головно, чтоб москалик не лез. И досок же не терпелись. Слава Україне! Слава Україне! Ну, добре. Бывай, дякую тебе. Ура! 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 Вернёмся? Так себе идея. Влад, у нас вообще ничего нет. У нас ни денег, ни документов, ни вещей, вообще ничего. Доберёмся до города, там что-нибудь придумаем. Приехали. Да, навоз там, навоз. Хоть Украина теперь ца Европа, а пахать всё равно надо. А кто тебя знает? Может ты что запрещенное переводишь? А навозом сверху присыпал. Ага, бомбу атомную. Проверять будешь, так у меня лопата есть. Всё чисто. Ладно, езжай, огородник. Вот это, Татька, пушка-гонка. Кто такие, куда направляемся? Мы из Троицкого. В Россию едем, в Воронеж. Понятно. Документы-то есть. С документами проблема. На нас бандиты напали. Семью соседей убили, а на мойте удалось. Жень, подойди. Тут вот документов нет. Говорят, в Россию едут. Поехали. Куда? В Луганск, там разберутся. Ну, поехали. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится внизу. за петербург, где будет машина. Дальше, не знаю. Потому, что это не милость за поворотами. И я один из них отпалил о бандиту. В командировку уезжаю. На месяц или больше, это пока не знаю. Вряд ли ты будешь меня искать, конечно. Ну, просто хотел предупредить. Маме передавай привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Наверное, все. Пока. Новожилов фамилия? Да. Так. И как он выглядит? Ну, так узнай. Давай, жду звонка. И что же вас в Воронеж-то потянуло? У меня там подруга Василиса Токарева. Я адрес могу дать. Она еще когда в Киеве, ну, когда все это началось, она нас к себе звала. Ну, чего ж тогда-то не уехали? Думали, обойдется. И не обошлось, да? Тебя как зовут? Катя. Шоколадки любишь? Я тоже. Давай. Можно шоколадки? Да. Ну, наверное. Откуда девчонка-то? В том селе подобрали. Всю ее семью. Я понял. Я вас внимательно. Спасибо, братское сердце. Ну, как там у вас? Пока спокойно? Понял. Да, кстати, там за Севердонецком банда объявилась. Народ кошмарит. Поверь. Ага. Давай на связи. Так, граждане. Из Троицкого информацию по вам подтвердили. В Россию вы поехать не сможете. Как? Границы погранцы охраняют, они Киеву подчиняются. Никого не пускают ни отсюда, ни обратно. Ну, а это надолго? А кто его знает? Так что вам пока у нас придется задержаться. Подождите. А где мы жить будем? Придумаем что-нибудь. Женька, нам девчонку в интернат, наверное. Я не хочу в интернат! Я к маме хочу! Тише, тише, тише. Я к маме. Я к маме. А давай я тебя к своей маме отвезу. У нее дом красивый, тебе там понравится. Шоколад, кстати, там тоже есть. Много. Много. Ну, вот и договорились. Жека, отвези их к моим. Я позвоню, предупрежу. На пару минут. Поехали. А зараза, а? Бракованный, что ли? Там пружину перевернуть надо. Ну, давай, рассказывай, где служил. Пятьдесят шестая Дашиба. За речкой был? Был. Был. А я так и знал. А я в 22-й. Доброго дня! Тебя как звать? Что, такая несговорчивая? Можно подумать. Я такая хорошая короля. Хорошая девочка. На Майдане познакомлюсь. Можно? Так вот и страйк это х**. Ты в арму играл? Там все по-взрослому. Тактику нужно понимать, стратегию. Да нет. Все эти игры две шкалоты. Вот страйкбол это тема. Реально как на войне. О, вы че там как на войне-то? Пацаны сопливые. Ни хрена не видели еще. Сепрами жестко надо. Одному башку свернул, другому кишки выпустил. Вот тогда они поймут. Ну что братское сердце? В Совете что происходит? Мне люди опытные нужны. Пацаны совсем зеленые приходят. Уполчение просится. Мне даже не знают, как автомат с предохранителя снимать. Прости не могу. Мне тогда вот так хватило. Понимаю. Ладно. Езжай к моим. С границей разберемся, сразу поедешь. Спасибо. Ты же машину водишь. Мне на скорых водителей не хватает. Нагрузка возросла. Многие еще зимой ехали. Может поработаешь? Приехали. Здравствуйте, Вера Васильевна. Здрасте. Я вам тут гостей привез. Ой, мы вас уже ждали. Павлик позвонил и все рассказал. Ну, проходите, проходите, не стесняйтесь. Здрасьте, здрасьте. Вас как зовут-то? Нина. А меня Вера Васильевна. Проходи, проходи. Здрасьте. Здорово, Жень. Ну, как там Павлик-то? А как Павлик? Нормально. О, Сергей Григорьевич. Владислав. Ну, сразу видно, человек серьезный. Не то, что вот некоторые. Что еще этих казаков-разбойников играют? Здрасьте, Сергей Григорьевич. Ты к нам? Нет. Дядя Жень, можно вас на минутку? А, ну, давай. Пойдем. Владислав. Слушай, я тебя вот чего спросить хотел. Мама просила передать. Это про дедушки моего. Он до Берлина дошел. Владислав, ты... Ты вот как думаешь, вот этот бардак, он надолго? Даже не знаю. Твою мать. Пап, тебя там мама зовет? Да, скажи, сейчас подойду. Ну. Ну? Ну, ну, ну... А, ну? Ну? КОНЕЦ Гончаринка? Чего сидим, походим? Алексей, Семен, рад знакомству. Здорово, брат! Здорово, братуха! А мы ждали, ждали. Олег! Здорово. Здорово. Ну как это? Кацапи уже пошарпали трохи. Сопротивляются, суки. А это наш горзый. Слышишь, заехал как-то на заправку, крикнул пацанам, слава Украине, а этот меня нахуй послал. Сука. Три раза убедал. Ну ничего, мы ему сухожилие на пяточках подрезали, теперь хер побегает. Чего ты фарами светишь? Работай! Гиббон. Пошли. Давай сразу на ты. Обстановка у нас сложная, Леха. Оружие то, что лежало на складах, еще со времен Второй мировой. С амундированием та же жопа. Вон, спонсоры только помогают и все. Но это мелочи. Бойцов опытных очень мало. Это не гаврики на Майдане смелые были. А тут все посерьезки. Так что надо их обучить, натаскать. Займешься? Попробуем. А это мои пацаны. В соседний поселок прогулялись. Сепара там поймали. С колорадской ленточкой гулял, дебил. Не перебор с ленточкой-то. Ух ты. Не ожидал о тебе, Леха. Чувственное слово. А может мне его напоить, накормить, да спать уложить, как в той сказочке, а? Так тут не сказка. Тут война. И с этими ублюдками по-другому, но никак. Ты должен это понимать, Алексей. Подмоскаление ли? Да ноги расставили, да? А я, Лешенька, не хочу, чтобы меня имели, как хотели. Идем. Насмотрись еще на это дерьмо. Чего ты смотришь, обезьян? Сейчас ты нормально будет. Чего ты разлегся, замерзнешь? Нормально тебе? Чего, нравится? А? Я вот... Я вот как считаю, они там в Киеве дурака поваляют и успокоятся. Подумаешь, хотят в Европу. В Европу? Пожили. Мы уже в той Европе пожили 7 месяцев без малого. Ты знаешь, вот Луганск тогда Ворошиловградом назывался. Еще пацаном был, но я все, все помню, все. Тогда тут и немцы были, и итальянцы, и румыны, и вся вот эта вот Европа. Так вот они сначала город бомбят, а потом в своих газетах пишут, что только силы Великой Немеччины могут принести украинцам прогресс. Тогда уже Германию называли Великой Немеччиной. Сережа, ну хватит. Ниночка, попробуйте лечь по моему рецепту. Ниночка, у тебя есть? Там налито? Спасибо. Итак, у меня тост за все хорошее. Ура. 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 Привет, честная компания. Я продукцию привез. Привет, Слава. Приятного аппетита. Пойду переоденусь. Не-не-не-не. Ну-ка давай к нам. Садись с отцом. Мне надо с тобой поговорить. Садись. Паша, ты вот говорил, что они хотят русский язык отменить. Да? Ставь, ставь. Спасибо. А я тебе так скажу. Это полная ерунда. Даже при немцах все равно все разговаривали на русском, на русском. Кроме тех, кто хотел в Европу. Вот те, да. Те быстро забыли русский и перекинулись на Бобу. Видишь, пап, все повторяется. Паша, ты говоришь ерунду. Что повторяется? Тогда вот, Паша, тут была война. Немцы. Зараза всякая. А сейчас, Паша, мирное время. Понял? Или что? Киев будет нас бомбить, по-твоему? Все может быть. Что может быть? Это вы. Ну, там в городе смуту развели. Только народ пугаете. А давайте-ка за знакомство. Давай. Вот это ты молодец. Ну? За знакомство. Мам, не поехал. Не поздно. Возвращайся только. Орудие! Одна мина! Огонь! Огонь! Добрый день. Новожилов. Я к вам водителем. Да мы в курсе. Роман. Влад. Стас. Ольга. Первая, ответьте. Первая на месте. Патратный вызов. Местные фельдшеры на месте, но сами не справляются. Там обстолочные, тяжелые. Уже едем. Принято. Давай. Ну, поехали. Ну, поехали. Речи! 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 Да, their preparation's got some weak spots. That said, their last few characters will lift them into shape in no time. Не боя! По готовности! Огонь! Степачок! Не на мишель смотри! На мушке глаза сам крутит! Подолго, изразумеваю! Что делать? Стоп, стрельба! Повторяю за тех, кто не понял с первого раза во время учебной стрельбы! Оружие в сторону людей не направляй! Так бы и сказал, бить-то на фига! А быстрее можно? Это не маршрутка. Вы пока ямы объезжайте, мы можем не успеть. Носилки. Может, помочь чем-то? В машине оставайтесь. Что-то вы не торопитесь. У женщин мужественная осколочная вентрация. А парня нужно срочно спасать. Салфетка, физраствор. Драматол? Да. Рольф, физраствор. Руки подними, чтоб я видел! Слушай, мы парня в больницу везем. Берем! Что происходит? Вы кто? Спокойно! Вы что, идиоты? Мы сейчас пациента потеряем! Извините. Мы из ополчения. Это инфа прошла. Что укропы на скорых оружие сюда подвозят. Всех проверяем. Боксер! Свои! Сопроводи машинку до больницы! На всякий пожар! Принял! Счастливо! Дай сигарету. Спасибо. Трындец, мышцы болят. Таким макаром через пару недель киборги мы станем. Э! Вышел. Что там? Прошла любовь замяли помидоры? Да не. Пишет всякую. Да ладно тебе. Буваш. Моя винтеж до заручения. Нормальная девчина была. А потом, как почалось. Грыть сто. Грыть все. Так ты разведись тогда. Да да. Да не. Любли. Сын у нас взрослая. Усилек. А так за двух баллов. Взагалей тут яковид пусти, хлопчик. У нас с этим делом проще, Москва. Надоело, нашел другую. Я шось не заразумев, путь шоу лысый, шо? Слышишь, шалуя? А ты шо, мускаль? Ну да. Да. Слава Украине! Героям слава! Героям слава. Ты диви-ка, падлу, а? Не, хлопцы, вы чулы? Нам тут ше мускалив не выстачало. И че вы все сюди претесь, а? Вам тут шо, медом намазано, че шо? Шо ты балухи свои вылупи, о? Да ладно тебе, Гриш. Игорь, нормальный парень. Он же за нас. За свободу. Может чаю? Бравый пиарм. Так я не знаю, это небо. Бравый пиарм. Эй, бэй, бэй! Ты бэй! Все бэй! Эй, бэй! Эй, уоо! Ай, бэй! Эй, бэй! Эй, ть, бэй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все нормально? Нормально. Граница новости есть? Ну так, все новости. Ночью опять пытались по Гранцову поговорить с базой выйти. Они там, сука, крепко засели. Надо с ними как-то поубедительнее, что ли. Попробуем. Слушай, мне это доложили, бывшие офицеры группу собирают вроде как нам помочь. Говорят, часть из них местные. Знают, кто такие, ничего не слышал. Нет. Ладно, я в администрацию докладываться. Начальство развелось, нахер не кого послать. Решай вопрос границы. Главная задача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дома! 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 Появители, ты! Нет, привители! Дома! 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 Играет музыка. Тёма! 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 Сидеть. 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 Стой! Мама. Ты как? Пойди! Живем еще мы. О, а кто-то там ехал? Кто такие? Добрый вечер, хлопцы. Да что-то мы заблукали. Нам до Луганска нужно. Документы есть? Все, все. Выверь багажник. Выверь, открыв багажник. Да там ничего немае. Давай. Держи. Не джорвайся. Дивись. Ничего немае. А він не повірув. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я автоматчик-то возьму, а? Возьми. Только ты не ори. Не буду. Не люблю, когда громко. Кто такие? Добровольцы. Кто? Добровольцы. А? Комсомольцы, мать ваша. Комсомольцы, да, даровольцы? Слушаю, товарищ подполковник. Да. Сделаем. Нет проблем. Так точно. Завтра с бойцами выдвигайтесь в город счастье. Надо посмотреть, что там с сепарами да как. Есть информация, что они там укрепы строят. То есть ты мне предлагаешь с зелеными пацанами на боевой выход прогуляться? Я тебя правильно понимаю? Ещё автомат держатель. Так, Лёха, этот вопрос уже к тебе. Ну ты же учил их. А ты считаешь, что за два дня можно подготовить бойца? Ладно, не ссы. Выясните обстановку и всё. Я тебе миномёт дам, чтоб вам не так ссыкотно было там. Командир, вы бы что на блокпост напали. Хлопцев вырезали, всех. Автоматы позабирали. Командир, мы нашли их. Выводим на вас. Выводим на вас. Пали вас! Пали вас! Пали вас! Не сконять! Твою ж мать! Давай, давай! ВЫСТРЕЛЫ Шульба, смотри! Уходи вправо! Уходи! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ З Rudy ВЫСТРЕЛ ПЕРЕeln Уходиь! КАК wohl тебя, ВЫСТРЕЛ Уходи! ПЕРЕ Kathryn Уходи! Никто! Уходи ВЫСТРЕЛ Уходи! 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 Уже! Все, все, все! Все, мужики, сдаюсь! Все, мужики, сдаюсь, сдаюсь! На колени, сука, на колени! Ой, какие люди, Сеня, ты еще и отгонялся. Тебе же еще три года чалится. Знакомый, перепутал с кем-то. Как там, Павел Сергеевич? Вроде в порядке. Контузии осколками посеку. Еще будешь? С собой собери. Катя сегодня всю ночь спать не давала. Просыпается и плачет. Спрашивает, когда мама с папой приедут. А я не знаю, что ответить. Ладно, нам нужно отсюда уезжать. Нет, мы уедем, как только будет возможность. Я все понимаю. Но должны же быть какие-то варианты. Ну, сколько мы здесь еще будем сидеть? Неделю, месяц, год. А если что-то случится? Все будет хорошо. Уверен? А скоро уедем. Когда? Скоро. Пап, я с тобой поговорить хотел. Ну? Я все решил. Что ты решил? Я тут остаюсь. Мы еще никуда не уезжаем. Так уедете. Как только границу откроют, так и уедете. А я остаюсь. А я остаюсь. Послушай, Лех. А я не хочу тебя больше слушать. Это почему это? А потому. Я считаю, надо защищать свою страну, а не сбегать. Молодой ты еще. Не понимаешь ни черта. Конечно, куда уж мне. Сначала надо защищать то, что тебе дорого. В первую очередь, это семья. Для меня семья. Это ты, мама. Понимаешь? Понятно. А на остальных-то пофиг. Не всем же так повезло. Не у всех есть подруги в Воронеже. Помрут, так помрут. Не жалко, да? Хочешь остаться? Оставайся. Ты же вон у нас взрослый. Решение сам принимаешь. А? А ну-ка, стой. Ты фильмов про войну, что ли, насмотрел? А ты знаешь, что это такое? Это не романтика, это не подвиги, Илюха. Война – это страшно. И страшно не то, что тебя ранят или убьют. Ранят, больно будет, но не страшно. Убьют – не поймешь ничего. А страшно – это когда при тебе других убивают. А ты ничем помочь не можешь. Вот это страшно. К этому невозможно привыкнуть. Ясно? Я на смену. Включайся. Эдик, включайся. Слышит голос, и манящая дорога. Кружит голову, как детстве, как все. Ребяточки, дорогие, любимые, нету блеска в глазах. Вы понимаете же, о чем мы поем? Это же песня-мечта такая, да? Давайте с вами забудем все, что происходит вокруг. И давайте вместе помечтаем просто. Эдик, звук надо подавать, звук надо дарить нам всем, да, зрителям. Ну, так подари. Трошки для сэбэ. Абисовь для нас. Да? Ну, и погнали. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко и вот. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю... Трошки для сэбэ. 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 Влад, вы должны быть в машине! Рома, возьми Влада! Рано обработать! Стас, по мной! Куда? Куда? У меня урок. Посидите, пожалуйста. Вы не понимаете, меня ученики ждут. Вот, позвольте мне… Да присядьте вы, пожалуйста. Ваши ученики погибли. Влад, посиди, пожалуйста. Черт, это же глупость какая-то. Как так? Погибли. Погибли. Как это? Как… Я одного понять не могу. Зачем они поселки обстреливают? Там же кроме простых жителей никого нет. Тактика у них такая. Закошмарить мирное население, чтоб их против нас настроить. Как во время Великой Отечественной. Спалить село, чтоб неповадно было картизанам помогать. Да еще шваль всякой повлезала. Кому война, кому мать родная. А с границей что? Работаем. Я же обещал. Реши вопрос по границе, раз увидишь. Реши. Привет. Ты откуда здесь, а? Подруга. Я ее еще в Киеве видел. Как раз перед тем, как сюда приехать. Да ладно. Ну и Шонанска его за вам и сюда прибегла? Нет. Просто у меня с Афгана примета такая. Если перед боем белую собаку видишь, то все будет в порядке. Только обязательно белую. Тут добрая. Что там? Все улыбаешься. Простите, вы же Павел Сергеевич. Так точно. Что-то случилось? Хотелось бы узнать. Я хочу вступить в ополчение. Я тоже. Ваше стремление, конечно, вызывает уважение. Ну, простите, вам сколько? Лет семьдесят и зрение где-то минус пять, минус семь. Не имеет значения. А тебе лет семнадцать. Я семнадцать. Послушайте, я действительно уважаю ваше желание помочь. Но у вас с обоих есть все шансы в первом же бою, как говорится, пасть смерть у храбрых. А мне здесь лишние жертвы не нужны. Так что идите домой, к родным. У меня больше нет, родные. Послушайте. Вы что, действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет? Аргумент. Не оформляй. Пойдемте. Я хорошо готовлю. Пойдемте. 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 Хорошо. Пойдемте. 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 Александр, ребенка. Пойдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? Одну мину огонь. Новое. Выстрел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валя! Валенька! Валя! 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 Отпусти меня! Я сказала, отпусти! Валя! Валя! Доченька моя, Валенька! Валя! 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 Извините, ради Бога, но не нужна наша помощь. Там сын у меня. Здесь уже никому не поможешь. Валя! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто тебя пытал? Все хорошо. Успокойся. Ну, что такое, брат? Это я. Это все из-за меня. Его до недели не было. Я думала, что все. Сегодня вернулся. Его в больницу в Луганск нужно. Его в клетке держали. Про сепаратистов спрашивали. Я говорю, какие здесь сепаратисты? Здесь мы живем. Ну, сказала же я тебе. Ну, сними ты эту ленточку. Он говорит, с ней воевали деды. И я с ней пойду. Я не смог. Я им говорил то, что они ничего не знают. А они не верили. Я сказал им только, чтобы отпустили. Едем. Я его никуда не пущу. Он останется здесь. Я сама его выхожу. Он так мне спокойнее будет. Ну, чего не помню. Он действует. Он действует. Эду. Продолжение следует... 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 Сквозную кость не задета. Ой! Ну, слава Богу. Кто это вас? Повстречались мне нехорошие люди. Добровольцы из Киева. Мать их. Хотели меня убить, а я убежал. Может, есть у вас укольчик? И мне полегчает. Я же знаю. На системе давно? Это вы о чем? О систематическом употреблении наркотиков. Ага. Ага, это вот. Водила, остановись, я пристрелю! Да совай стекло, сука! Я знаю, у тебя есть. Быстро, сука! А ты знаешь, мне это очень надо. Ты, сука, сука! Эа! Эсо, сложная. Эхо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Коля! Жила! Ух ты! Давай. Выродки. Шо он до нас лезет, а? Тикижи-то мешает, а? Да кто к вам лезет? Вам помочь хочешь, от вас спасибо, подождешься. Верми дякую, помечник хрена. Це ты зараз такий москальовый рембо. А якщо бій почнеться, так ты перший обгадайся, да до мамки своей побежишь. Слышь. А може проверим, кто первый до мамки-то? Рембо. Я, знаешь, че думаю? Когда все закончится, мы и здесь останемся. Спасибо. Ты же в Европу хотел. Да я подумал, что там делать-то? Я с тобой хочу. Да и в Европе счастья нет. Вы мне скажите, вы идиоты? А че такого-то? Ну постреляли немного. Вам че снарядов жалко, что ли? Мне родителей твоих жалко, что у них сыт дебила вырос! Тихише, тихише, командир. Что ты на нас галайкаешь? Мы який день же сидимо, нічого не делаем. Взагалі б батьківшину приехали захищати від... Лайна всякого. Срав пес їхній матері. А мы машины миемо. Завтра оба возвращаются из Киев. Не воевались. Значит, ты своими корешами мародерил по-тихому? Ну, почему же мародерил? Сами приносили. Говорили, возьмите, пожалуйста. Мир не без добрых людей, да? Понимаешь, да? А санитар зачем убил? Случайно. Жаль парня. Молодой был. Ах, даже не знаю, что с тобой делать. Жек, развяжи ему руки. Давай, давай. Видишь? Плохо человеку. Мы же не звери какие. Ну, а ты пока посиди, мы порешаем, что с тобой делать. Ну, и где он там встретился с нашими киевскими друзьями? Подсолнечным вроде. В тридцати километрах от счастья подбираются, значит… Что, мразь, умирать не хочется? Ты свой выбор сам сделал. Труповозку этому говну вызови. Мужики, за мной! Мужики, за мной! Твою мать! Противник в третьем! Противник! Противник! Твою мать в третьем пулемет回去 работай! Роматометчик! Роматометчик, пулемет вообще работай! Рокомará! Класс! Рокомará! РКГ! Вперёд! Нина! Я вперёд! Бегом! Помоги! Давай! Давай! Вперёд! Живи! Жека! Пошли! На позиции! Держу лё! Командир! Беркут на позиции! Пришли! Вперёд! Командир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куда вы? Куда? Лучше не вставай, парень Не надо Лежать, сука! Лежать! 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 Иди сюда Цель видишь? Лежать! 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 С нами прокатятся. Мами позвони. Скажи, что ты со мной. Извините, книжку мою не видели. Старый город книжку на тебя. КОНЕЦ Теперь у нас миномет есть. С нами медобработами что делать? Обнуляй. Шучу. Войничку их. Потом разберемся. Есть. Ух ты, помочь нам решил? Правильно, чего с мамкой-то сидеть? Со мной так же первый раз было. Ничего, Илюх, привыкнешь. Надеюсь, что нет. Командир! Еще одного нашел. Страны обработали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Отведи ее. Глад, поехали. Пошел. Фиборов Игорь Сергеевич. Москва. Текстильщиков 31. Дениска, а ты, кстати, в Москве был? А я был. Да. С супругой в отпуск как-то ездили. По Красной площади гуляли. В ЦУМ ходили. В ГУМ? На ВДНХ тоже. Жене тогда очень понравилось. Вот это, говорит, жизнь. Настоящая. А тут никакой перспективы. А, ну, что стоишь-то, присаживайся. Короче, уехала. Видишь, как она выходит? Все, кто поумней, отсюда в Москву уезжают. А ты наоборот. Что у тебя там не сложилось-то? Я тебя просто понять хочу. Вот ты в Киев приехал. Ну, поскакал там вместе со всеми. Покрышки пожег. Ну, я тебя как-то до этого момента понимаю. А вот на кой лет ты автомат в руки взял? Ну, тебе людей нравится убивать что ли? А я тебе скажу. Ты человек говно. Думаешь, взял автомат, на мужика стал похож? Нет. Ты теперь просто говно с автоматом. Полина Максимовна Степанчук. 29 лет, твоя супруга. Артем Григорьевич, сын твой. Прописано в селе Горское, Николаевского района, Львовской области. Киев хотел посмотреть. А что, на Майдане веселее, чем с родной семьей? Зря ты их там оставил. Я туда своих людей отправил. Чего смотришь? Нет у тебя больше семьи. Жену твою изнасиловали и зарезали. Артема тоже убили. Горло перерезали. Не веришь? Хочешь фото покажу? Что ты, падла? Поганый жарт. Сядь. Супруги твои звонили. Про тебя узнавали. Они тебя там так ждут. Все в порядке с твоей семьей. А вот с нашими нет. Это не мы к тебе пришли, а ты к нам. Зачем? Я ведь и представить не мог. Ты ведь совсем другой был тогда. Я не хочу об этом вспоминать. А? Семья, наверное, есть. Есть. А жена и сын? А жена, наверное, готовит вкусно. А сын? Папу очень любит. И все отлично. А то вдруг война не вовремя началась, да? Война, она всегда не вовремя. Ты ведь города штурмовал. Высоты брал. Одним из лучших был. Только когда это было, то... А теперь лучше в сторонке посидеть. Так спокойнее будет. А ты с кем воюешь-то, Люха? Что? Воюешь с кем? Да, да, да. Ты мне еще расскажи, что никаких российских войск здесь нет. А их действительно нет. А вы есть. Мы с тобой когда в 99-ом в Киеве пересеклись, я уже тогда понял, что тебе обязательно нужно с кем-то воевать. Столько лет прошло, как мы из Афгана вышли. А ты там остался. Помнишь под городезом? Сашка? Олег? Паша? Они мне до сих пор снятся. Это война, Владик. На войне так бывает. А я больше не хочу, чтоб так было. Понимаешь? Я хочу, чтоб моя семья никогда не узнала, что вот так бывает. Ну не все уже так семьей повезло-то. А мне повезло. Повезло, Люха. Пап, поехали домой. Поехали. 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 Ну что, граждане добровольцы, как говорится, по законам военного времени? Жака, броскай сердце. Только я тебя очень прошу. Вывези их куда-нибудь подальше. Пусть валят на все четыре стороны. И чтоб я вас больше не видел. Кот, давай их в машину. Давай, пошел. Пошел, пошел. Добрый ты, Пол Сергеевич. А что с этими идиотами делается? Расстрелять их, да? Неправильно это, Жака. Все неправильно. Ну, как дела? Катюша, чего это у тебя солнце-то черное? Не знаю. Давай-ка желтеньким. Раскрась. Привет, мама. Знаешь, что я... Извини, мне плохо. Я с тобой потом поговорю. А ты себя нормально чувствуешь? Все в порядке. Он уже не маленький мальчик, он взрослый парень. И поэтому ты ему решил показать, как люди умирают. Так, может, ты автомат ему дашь? Стрелять научишь. Ты же умеешь? Он же тоже должен уметь, да? Так все, хватит. Что хватит? Это наш сын, понял? Наш, а не твой. Тетя Нина, не ругайтесь, пожалуйста. Катя, дверь закрой. Катюшенька, пойдем. Здесь взрослые разговоры. Пойдем, рисуем. Я устала. Я очень устала. Все, все, все. Выходи. Конечная. Ну что, парни? Не надо к нам лезть. Своими передайте. Не надо. Суки-то, Варикольчин. Лезть к ним не надо, а? Да вы кто такие вообще? Было шахтерское. Что ж ты молчал? Что ж ты им сразу все не сказал? Да скажу еще. Повидаемся. Ты куда? До дома. Что ж? Что ж ты? Мама, да, привет, это я, это я. Мені дала телефоны надовго зателефонувати, все добре зі мною, да, все добре, я скоро буду вдома, все успокойся, все добре, все добре маму, да, все не плачь, не плачь, скоро буду вдома. Кубик тормозов, есть? Стас Амбу! Адреналин готов? Ну что, устали? Сейчас остановимся у магазина, водички купим. Остановишь, пожалуйста. Остановим, что остановимся? А-а-а-а! Подняли! Сони- comи! А-аа! А-а-а-а! А-аа! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Yes, absolutely! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА